Итак, мы продолжаем. Олимпийский комитет Испании заступился за Россию. Мадрид осуждает возможность исключения нашей сборной из числа участников игр в Рио. Окончательное решение, едем или не едем за медалями, МОК примет Швейцария в ближайшее время. Но для британской прессы вердикт оказывается уже не секрет. Газета Daily Mail вышла со статьей о том, что российскую сборную однозначно и в полном составе отстранят от Олимпиады. Это почти 400 наших спортсменов останутся без главных стартов в четырехлетии. Даже если атлеты докажут свою непричастность к допингу, они не смогут выступить под флагом России только под нейтральным Олимпийским. СМИ ссылается на своих инсайдеров. По их информации, таким образом, МОК хочет показать, что произошедший допинг-скандал – это атака на весь спорт. На решение МОК может повлиять вердикт, который вынес на этой неделе спортивный арбитраж в Лозане. Отклонил он коллективный иск российских легкоатлетов. Спортсмены требовали отменить решение Международной федерации легкоатлетики не допускать их на Олимпийские игры. Почти 60 потенциальных медалистов уже точно не будут представлять нашу страну на играх. В России заявили, что коллективная ответственность в спорте неприемлема. Тем более, что вердикт был вынесен на основании доноса одного единственного человека в Водон. Разоблачителем оказался экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который теперь прячется в США. В мае этого года он дал интервью New York Times о том, что якобы в России существовала система фельсификации допинг-проб, которая контролировалась на самом высоком уровне. И оказалось, этого достаточно, чтобы можно было поставить крест на участие всех российских легкоатлетов в Рио и, возможно, не допустить всю сборку. Пранкер Вован доказал, что все обвинения в адрес сборной России основаны лишь на словах Родченкова. Других вещдоков нет. Об этом он узнал во время звонка президенту Всемирного антидопингового агентства Крейгуриди. Владимир Кузнецов звонил от имени министра спорта Украины. Почти все сообщения СМИ шли из США, из New York Times. Эти сообщения носили характер обвинительных заявлений по поводу того, что в сочинской лаборатории происходили многочисленные нарушения. Эти обвинения базируются на словах доктора Родченкова. А у вас есть какие-либо доказательства, помимо слов Родченкова? Нет. Первый раз я прочитал в газете New York Times, которую мне кто-то прислал. А потом пранкер от этого же имени позвонил главе американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарто. Функционер был предельно откровенен. Признался, что Россию нужно убрать из всех соревнований и добавил, это политика мой друг. Допинговые скандалы давно не редкости. В США, откуда и пришла инициатива устранить всю сборную России от конкуренции в Рио. 12 лет назад перед играми в Афинов у американцев выявили 20 положительных проб на допинг и вскрыли целую сеть распространения запрещенных веществ. Но дело ограничилось отстранением от соревнований лишь нескольких попавшихся легкоатлетов. Справедливости ради стоит сказать, что две наши легкоатлетки все же могут принять участие в Олимпиаде. Одна из них прыгунья в длину Дарья Клишина. Под каким флагом она выступит под нашим или олимпийским, пока не очень понятно. Ей зеленый свет в Рио показали, скорее всего, потому что спортсменка тренируется в США. Ну и вторая участница игр в Рио, информатор ВАДА Юлия Степанова. При этом агентство закрыло глаза на то, что бегунья сама употребляла допинг. Функционеры ВАДА втянули в допинговый скандал не только представители летних видов спорта, но и зимних. В начале недели была новая доза наспех состряпанных разоблачений. Агентство проанализировало игры в Сочи. И там якобы нашли целую систему, как наши атлеты, чуть ли не при поддержке властей, употребляют допинг. Доказательств по традиции нет. Есть только санкции. МОК призвал временно отстранить Россию от проведения международных соревнований по зимним видам спорта. Только в этом сезоне мы можем потерять право проведения чемпионата мира по бабслею, скелетону в Сочи, финала Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени, этапы гран-при по фигурному катанию в Москве. Но главное все-таки под вопросом игры в Рио, до которых-то осталось чуть меньше двух недель. Многие спортсмены уже там, а мы все ждем. Так же МОК может отстранить Россию от участия в зимней олимпиаде в Южной Корее, которая пройдет еще через два года. В случае, когда национальные сборные не допускали до Олимпиады единичную, например, Германия, трижды не попадала на игры в 1920-м и 1924-м годах, как зачинщик Первой мировой, а в 1948-м как разжигательница Второй мировой. Вот теперь возможно мы. Получается, антидопинговый скандал поставили в один ряд с воинами, которые унесли в жизни миллионы людей. Никогда раньше сборные не отлучали от Олимпиады из-за допинга. Тем временем обычные россияне и прославленные спортсмены активно подписывают созданную петицию. Она обращена к президенту МОК. Ее главная цель – допустить наших спортсменов на летние Олимпийские игры в Рио. Подписать ее может любой желающий. Вот на данный момент 580 участников подписало эту петицию. Она будет считаться закрытой, как только ее подпишут тысячи человек. Ну что ж, присоединяйтесь к этой петиции. И может быть уже в скором времени будем считать, что эту петицию можно будет отправлять. Ее увидит президент МОК. Ну, о том, как он на нее отреагирует, это уже покажет время. МОК. МОК. МОК.